У меня вопрос к Алексею Петрову относительно клинических испытаний в хирургической онкологии. Я бы хотела прояснить некоторую информацию. Если у нас есть опытная команда в онкологическом центре, если мы хотим принять участие в клинических испытаниях, что мы должны сделать для того, чтобы принять участие в клинических испытаниях? И как мы можем найти вот эти клинические испытания? Потому что у нас есть специалист по гинекологии, патриокальной, абдоминальной хирургии. Как мы можем принять участие в этих испытаниях? И если у нас есть какие-то идеи, но недостаточно средств для клинических испытаний, может быть, вы можете нам посоветовать, как реализовать эти идеи? Спасибо. Я не смогу сказать вам обо всех испытаниях в гинекологии, потому что я не знаю. Я просто хирург в нашем отделе. Что касается наших испытаний, у нас есть требования к центру, к хирургам, которые принимают участие. Если ваш центр делает более 10 резекций при колоритальном раке в год, то хорошо. А хирург должен иметь 2 или 3 года. И вы должны послать видео по каждому хирургу, который оперировал. И вы можете послать электронную почту, и мы объединяемся контактами. Как я уже сказала, у нас 12 центров, 2 в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ростове, в Краснодаре. И наша география очень широка. И мы переговорим сейчас с центром в Словении. Конечно, есть сложности, но с этой точки зрения мы вас приветствуем и всех привлекаем принять участие в нашем испытании. Что касается финансирования, я плохой советник. У нас нет никакого финансирования, это просто энтузиазм. Это фактически проблема. Я специально не охватывала эту тему, потому что, конечно, необходимо финансирование. Но, как вы знаете, нашу реальность нет фактически как бы знака сверху. Все идет снизу от хирургов. Это первый проект, потому что есть люди, которые хотят заниматься наукой, готовы участвовать в этом бесплатно. Поэтому, что касается финансирования, нет советов. Но можете принять участие в нашем испытании. У меня есть комментарий. Спасибо за презентацию. Если вы пытаетесь исключить гинекологов, хирургов, что касается клинических исследований, большинство исследований в онкологии с участием хирургов в мультидисциплинарных протоколах недостаточный контроль качества. Иногда эти данные очень важны, когда они неправильные результаты дают. Плохой пример, например. То, что мы знаем, как исследование Макдональд, которое было проведено в Соединенных Штатах, и они сказали, что радиотерапия, виктивное лечение для рака желудка. Что касается данных исследований Макдональд, большая часть пациентов получали недостаточно ДИА. И без контроля мы производим информацию, которая после этого является бездоказательной. И эта традиция сохранялась несколько лет. Я бы хотела, чтобы вы подчеркнули еще раз, что нам необходимы исследования только в хирургии, когда хирурги являются лидерами, а мы проводим контроль качества. Это важно. Я согласен с вами. Может быть, это основных проблем хирургическим испытаниям. Испытание лекарств – это легче идет, легче проверить. Потому что, как мы знаем, существуют пациенты, которые проводят фармакокинический анализ, и они проверяют, дали им препарат или нет. Проблема с астентизацией хирургии существует. Как я сказала, у нас очень строгие требования к хирургам. Каждый хирург послал 4 видео по процедуре. И несколько хирургов мы отклонили от участия, потому что они не дали эту информацию в протоколе. У нас тщательная антиперсация, что называется D2, D3, и что необходимо видеть. И в том и другом случае, в каждом случае, в каждой процедуре картина сосуда должна быть или нескольких сосудов. Она прилагается к электронным СРФ и изображениям образца. Фактически, это максимум, что мы с точки зрения контроля качества, с хирургической точки зрения. Но это действительно делать все это легче, потому что хирург может написать, что он сделал D3, Но если он прилагает такое видео, то мы можем смотреть, что делалось в операционной. Когда мы мониторинг данных проводим, мы оцениваем эти картины. Если нет анатомических участков, которые не названы в протоколе, тогда этот разрез может быть назван по-другому. Хирург знает, допустим, что если картинка будет загружена, он может честно сказать, я не сделал D3, я сделал D2. Для некоторых пациентов D3 опасно. Контроль хирургической процедуры очень важен. Если нет контроля, я согласен, что ваши данные будут двуслительны, потому что мы все оперируем по-разному. И мы дали четкое описание СМИ и стандартов, и того, что изменяется, если мы используем D2 или D3. И если вы будете вовлекать пациентов, то хирурги будут оцениваться очень строго. Еще вопросы по клиническим испытаниям? У нас 200 пациентов, и если вы поспешите, вы можете принять участие. Я думаю, что вы сможете опубликать работу, сделать презентацию. Мы не можем предложить вам деньги, мы можем предложить вам славу. Спасибо. Еще вопросы? Я заметил, что не только отсутствие однородности в образовании было вывелено. Я слышал, что по крайней мере пару докладчиков жаловались относительно качества обучения. Доктор Бугаев что-то сказал, и вы тоже что-то сказали. Не думаете ли вы, эта задача для молодых людей, что вы должны жаловаться не в этом зале, но вы должны информировать людей о том, что хирурги хотят улучшить свою подготовку, но это очень сложно. Не думаете ли вы, что мы должны послать этот посыл не только широкой общественности, но также законодателям, потому что правила и регулирование необходимы для того, чтобы обеспечить одинаковую подготовку всех хирургов, чтобы не было несоответствий во всей стране, в различных регионах страны? Не думаете ли вы, что создание сети молодых хирургов – самый лучший способ повысить информированность об этой неравности? Может быть, господин Бугаев что-то скажет об этом, комментирует свой доклад. Если вы говорите о создании сетей, да, вы жаловались, вы были грустны, потому что вы сказали, что вы не ожидали все это, вот такую бумажную канцелярскую работу, и никто не признает, кто я такой в конце этого периода. И иногда у меня просто нулевые операции. Основная цель моего доклада – в России у нас нет стандарта хирургического образования. Если вы занимаетесь, допустим, общей хирургией, онкологической хирургией, у нас нет стандартных случаев, когда… что вы делали в этот период своего образования? Действительно, проблема. Потому что у вас может быть много ассистентов и много мини-хирургических операций, если вы думаете об анастомозе, о гастроэнтеральном астомозе, о многих этапах мобилизации. Но непонятно, что он говорит по-английски, извините. Я думаю, что Айзек очень много путешествовал, он был во Франции, в других странах. Можете ли вы сказать о вашем опыте с точки зрения исправления этой идеи, что хирургии… в общем, никто не обращает внимание на хирургии. Если бы вы были штурманом машины, вы бы могли определить расстояние до горизонта и так далее? Да, я хочу поблагодарить вас за вопрос. Действительно, очень большая проблема в нашей стране. Честно говоря, действительно, все… все наше образование, образование ординаторов, хирургов, как бы это самообразование. И возникает важный вопрос наставничества, потому что, как уже было сказано, действительно, вам повезет, если вы найдете хорошего наставника, который будет вами руководить, который даст вам различные возможности, который даст вам рекомендации, что делать, как это делать и где это делать. И может быть человек, который честно скажет вам, вот, вы должны здесь остановиться, или здесь вы должны использовать другой подход. Потому что вы знаете, что все образование в настоящее время, и наши преподаватели – это своего рода добровольцы. Добровольцы, им не очень хорошо платят за эту работу. Они делают работу, они проводят операции, но как преподаватели они, в общем, практически не получают особых денег. Все не так просто. Вот почему все это обучение – это как бы самообразование. И каждый хирург в нашей стране должен найти какую-то возможность улучшить свои навыки для того, чтобы найти какие-то новые знания. Вы должны быть очень сильным, вы должны быть амбициозным. И опять же, вы знаете, что это как спорт в нашей стране, на мой взгляд. И здесь только самые сильные, самые лучшие будут выживать. Очень сложно это сказать. Может быть, не самые лучшие, но вы знаете, что самые сильные люди, которые смогут пройти, преодолеть все эти сложности. У меня вопрос. Потому что я сравниваю ситуацию с Германией, где я работала практически 12 лет. степень по какой-то специальности в Германии с процедурами. Допустим, вы проводили 400 абдоминальных процедур, допустим, с редакцией желудка, как в России. У нас нет вот такой перечень процедур, которые мы должны совершить самостоятельно. Вот почему, действительно, честно говоря, некоторые хирурги могут пройти ординатуру, не сделав никакой самостоятельной операции. Большинство из вас знает, что существует новая литература, очень много относительно новых типов преподавания хирургии. И, действительно, мы должны преподавать не только большему количеству хирургов, потому что студентов мало во всем мире, особенно квалифицированных онкологов-хирургов. Но, действительно, у нас новая система хирургического обладания. Мы используем не только симуляторы или вот эти наборы инструментов, но в настоящее время возникают другие места с точки зрения онкологии, с точки зрения новых вариантов обучения. Прежде всего, в общем-то, 5G сделает, возможно, любую операцию. И лично я считаю, я учился хирургии. Когда я использовал ретрактор, я пытался определить, что делает мой начальник в организме. Теперь мои ординаторы смотрят на экран в 5 дюймов, и они видят наконечники моих инструментов, которые все это делают, они учатся быстрее. Что еще делается сейчас, в отличие от другой медицинской, любой другой медиальной специальности, хирургии можно измерить. Вы можете сосчитать, сколько минут вы должны, допустим, обрабатывать узел. Вы делаете 2-3 раза. Если это 2 минуты, вы можете дальше продолжать. Если вы подразделите всю операцию на этапы, то вы можете, допустим, получить аккредитацию на первом этапе, на втором, на третьем этапе. И в вашем резюме, когда вы проводите одну операцию, это одна операция. И, допустим, это будет не 2 или 3 года. Необходимо просто, чтобы вы прошли по этапу несколько операций. Это не только вопрос времени и вопрос того, что вы делали. Вы можете продемонстрировать свои навыки, а теперь есть возможность зарегистрировать свои навыки. Допустим, вы говорите о том, когда вы готовы перейти к следующему этапу. Что-то изменяется, и, конечно, технология нам помогает, и в будущем мы будем использовать это также. Вы правы, что вы жалуетесь, но нам необходимы молодые люди, которые могут получать лучшие знания по хирургии. Другие вопросы? Я бы хотела сказать несколько слов, может быть. Пусть сначала вы что-то скажете в заключение. Я думаю, что я уже слишком много здесь выступал. Единственное, что я хочу сказать, действительно, я хочу поблагодарить за то, что я принимала участие в этом прекрасном конгрессе, в этом прекрасном городе. Это большая честь. Я надеюсь, что наша организация, организаторы сессии привлечут новых молодых людей к хирургической онкологии, и мы встретимся с вами в Брюсселе, на наших конгрессах, на наших курсах. Выходите на веб-сайт, и вы найдете то, что вас вдохновит. Большое спасибо, Андрес. Я могу только сказать большое спасибо за то, что меня включили в эту сессию. Я думаю, что вы, что касается молодых хирургов, они, наверное, слышали, каким образом мы можем улучшить обучение и подготовку. Но я хочу сказать, что в Германии, по крайней мере, также мы думаем о том, как обучать молодых хирургов и стоимость для больницы – это ключевой фактор. Это действительно так. В некоторых отделениях жалуются относительно того, как долго шла процедура, действительно ли это экономически эффективно, если хирург так не очень подготовлен. И я думаю, что у нас есть прекрасный пример в Великобритании, где обучение проводится или исключено из-за затрат больницы, потому что мы должны подготавливать хирургов. Мой наставник всегда говорил, что я должен вас подготовить, потому что вы будете меня оперировать как хирург-онколог. Я надеюсь, что мы этого достигнем. Спасибо, Никита. Как хозяин, мы бы хотели вас услышать. Для меня большая честь присутствовать здесь на заседании СССР, и я надеюсь, что на будущий год мы здесь встретимся, в Санкт-Петербурге. Большое спасибо. Я хочу в заключение сказать несколько слов. Я благодарю аудитории за участие и также за тех, кто вышел в онлайн в настоящее время. Я хочу сказать, что я надеюсь, поскольку мы решили создать эту сессию, и за вас, и я надеюсь, что эта сессия очень важный этап к развитию в нашей стране под специальность хирургической онкологии. Может быть, это общество является прекрасным инструментом для вашего развития. Благодарю вас всех. И, конечно, я хочу поблагодарить приглашенных докладчиков. Спасибо, что вы приехали. Спасибо за презентацию. Прекрасной презентации. Большое спасибо. Продолжение следует...